Добрый вечер еще раз. Спасибо огромное за ваше терпение. Мы, правда, задержались с началом нашего мероприятия. К нам все еще идут коллеги-журналисты из Беларуси и из стран Европы. Они в скором времени к нам присоединятся, но, тем не менее, мы можем уже сейчас начать с вами. И я хочу сказать в первую очередь, что мы рады приветствовать вас в стенах Минского международного образовательного центра ИББ. Вы сейчас пришли на мероприятие, которое организовано совместно школой журналистики ИББ и пресс-клубом «Беларусь». Николай Онищенко потом скажет несколько слов по этому поводу. Сейчас я хотела бы дать слово руководителю школы журналистики и немецкому директору Минского международного образовательного центра Сабрине Байбовске. Сабрина нас поприветствует. И скажет несколько слов, почему вы все здесь собрались и почему Минскому международному образовательному центру интересна та тема, на которой мы сейчас с вами собрались. Я думаю, что на самом деле мы обойдемся без микрофона, наверное. Но у нас есть камер, записи лучше. Хорошо, понятно. Тогда с микрофоном. Да, я тоже хотела бы очень сердечно вас приветствовать на нашем совместном медиа-токе по проблемам освещения темы Куропаты. Думаю, что это не случайно, что мы на сегодняшний вечер выбрали такую тему. Вы находитесь здесь, в Минском международном образовательном центре, который на самом деле строился где-то больше, чем 20 лет назад совместно с белорусами и немцами. И одна из главных целей этого центра – это именно построить диалог. Диалог, с одной стороны, конечно, между белорусами и немцами, но и тоже между разными группами внутри белорусского общества, если можно так сказать. Значит, может быть, между младшим и старшим поколением, между журналистами и историками, и также между государственными и негосударственными игроками. В принципе, этот диалог – это одна из главных задач, которая, конечно, направлена на примирение и взаимопонимание. И вы можете себе представить, что именно тема культура памяти – это для нас, как немцы, которые работают в этой стране и которые работают между белорусами, это очень-очень важная тема. Поэтому Минский международный образовательный центр, в принципе, работает в разных проектах, связанных с культурой памяти. Может быть, некоторые из вас знают наш совместный проект с организациями и объединениями еврейской общины, историческую мастерскую, которая существует уже более 14 лет. Одно здание, которое из самых последних на территории бывшего Минского гетто, где проводятся разные выставки по истории Холокоста, по истории Второй мировой войны. И где тоже есть такая попытка приглашать разных людей, разные поколения, чтобы они общались именно по культуре памяти и по истории совместно. В принципе, где-то тут должны находиться наши брошюры по исторической мастерской и по АИББ также. Я еще принесла тут такую книжку из проекта, который, я считаю, о котором мы можем очень гордиться. Это совместная белорусско-немецкая передвижная выставка «Лягер смерти и Тростенец. История и память». Это был проект, который осуществлялся различными партнерами белорусскими, немецкими, чехскими в течение несколько лет. И где именно была поставлена задача совместно в таком диалогическом проекте и в диалоге создать такую выставку про место уничтожения, как мы говорим по-немецки, или «Лягер смерти и Тростенец». Поэтому, может быть, вы можете познакомиться немножко с этим каталогом, где находятся тексты из этой выставки. Эта выставка была делана на двухязычной, и она одновременно показывается в Германии и в Беларуси. Значит, она сейчас находится одновременно в Берлине, в немецко-российском музее в Берлине, в Корсфорсте. И одновременно она сейчас находилась в Молодечно и будет показана скоро в Гробно. Тут в Музее Великой Отечественной войны тоже она была показана. Считаю, что это был очень-очень интересный проект, потому что можете представить себя разные игроки, как мы или историческая мастерская из одной страны, потом Музей Великой Отечественной войны, Фонд памяти убитым евреям Европы из Берлина, который участвовал в проекте, или тот же самый музей в Корсфорсте. Все эти игроки совместно должны как-то договориться, как описать это место и что показать, и что рассказать про это место. И другой такой еще проект, который тоже в принципе направлен на диалог, это школа журналистики IBB, которая совместно с нашим партнером пресс-клуб сегодня приглашает на это мероприятие, и которое на самом деле тоже направлено на диалог между журналистами. Она предлагает разные образовательные программы, поездки. И тоже несколько лет подряд у нас был такой формат клуб журналистов или клуб редакторов, где встречались в принципе негосударственные журналисты и журналисты из государственных СМИ и общались по поводу разных тем. Мы решили, что иногда стоит немножко меняться или делать такие эксперименты, поэтому сегодня в принципе проводят уже второй раз такой эксперимент, где мы совместно с пресс-клубом делаем немножко другой формат, может быть, немножко более открытый для всех формат по теме, которая нам кажется очень важной для общества. И в принципе хочу уже заранее поблагодарить всех наших экспертов, которые сегодня будут выступать. Мне будет очень интересно вас послушать. Хочу поблагодарить наших партнеров и желаю нам всем интересного, удачного вечера. Спасибо, Сабрина. Тогда может быть еще несколько слов от Николая, и мы начнем, собственно, наш разговор по тем, по которому мы заявили. Спасибо большое. Да, в первую очередь хочу говорить благодарность, благодарность Минскому международному образовательному центру имени Ханасарау и медиашколе Айбиби за то, что Катепринина привели нас здесь во второй раз. Это действительно эксперимент. Пресс-клуб проводил уже мероприятие в таком формате, как медиаток. Это формат ежемесячный, в котором мы традиционно собираемся, чтобы обсуждать какие-то важные для медиасферы события, явления, способы работы и этические аспекты нашей работы. И это уже второй медиаток, который мы проводим совместно с медиашколой Айбиби. Надеюсь, дальше будем продолжать в самом же духе. Медиаток – это медиаговорят. Мы приглашаем медиапрофессионалов, журналистов, редакторов, людей, бизнеса, которые имеют отношение к медиасфере для того, чтобы обсудить волнующие нас вопросы. И тема, которую мы сегодня вынесли в обоглавление, она зазвучала совсем недавно с новой силой. Мы все знаем присутствующие здесь о той истории, которая вспыхнула с новой силой вокруг Куропат, которая связана со строительством коммерческого объекта в охранной зоне Куропат. И с историей протестов, с историей освещения этих протестов. И именно об освещении этих протестов мы бы хотели сегодня поговорить. Но не только о практических аспектах. Мы хотели бы также затронуть два очень важных, наверное, момента. Потому что Куропаты – это место, которое стало символом. Это место, я не боюсь этого слова, вокруг которого во многом формировалось… Это один из маячков, вокруг которого формировалась, наверное, идентичность современной Беларуси на рубеже 80-90-х годов. Это очень значимое для беларусов место, которое, возможно, не получало долгое время как такого серьезного освещения, и которому мы недавно благодаря всей этой истории, из-за всей этой истории вернулись с новой силой. Поэтому мы бы хотели поговорить о просветительской роли, имея в этом контексте, о том, как СМИ поднимают на новые высоты столь важные темы, которые касаются исторической памяти всего народа, как они раскапывают какие-то новые факты, показывают человеческие истории, о том, что, казалось бы, у всех на слуху, и многие знают. Мы хотели бы поговорить о том, как медиа формирует историческую память новой Беларуси. И второй важный аспект. Мы все знаем финал этой истории, о том, что при Министерстве культуры была создана комиссия… Идея финал. Идея финал, да. Но какое-то логическое продолжение, во всяком случае. И таким образом получился своего рода диалог между той частью общества, которая протестовала против строительства и властели. Мы действительно не знаем, к чему это все приведет, но тот факт, что медиа этот диалог спровоцировали и привели к общественной дискуссии, нам кажется также важным. И это та роль медиа, которую мы сегодня тоже обсудим. Ну, а пока у нас, наверное, есть видеоролик. Мы просто хотели, для затравочки, очень короткий видеоролик. Вы, возможно, его видели. Это видео, которое было снято в Белсатом. Это опрос на улице. И вам оно очень говорящее о том, знают ли на самом деле люди, что такое куропаты. Место под Минском, где в годы сталинских репрессий и наших народ уничтожали, расстреливали. А слово «каропатка»? Что-то с животными связано, кажется. Какое-нибудь географическое место, наверное, в регионе Беларуси? Наверное, где-то к востоку ближе. Живность? Какое-то место, возможно. Возможно, какой-то праздник. Не знаю. Это там либо деревня была сожженная фашистами, что-то в этом роде. Каропатия? Кушанье какое-то такое, по-моему, национальное. Наверное, Кушанье, да. Места, где в войну были расстреляны наши воины, партизаны. Это массовое захоронение людей после репрессий. Неизвестно, с чьей стороны вообще они... Ну, досконально неизвестно, с чьей стороны были произведены эти репрессии. Но, в любом случае, это место надо уважать и охранять. Район, где-то... Ну, Каламинск недалеко. И там вроде бы был какой-то расстрел, нет? Много людей там погибло. Какая-нибудь псица, которая возле Карпата обитает, например. Всязно животными? Нет, это дабись понятия. Куропаты? Куропаты. Куропатки? Птички? Нет, я не знаю. У 30-40-х годов там расстреляли 250 тысяч человек. Может быть, это что-то связано с техникой, с литературой. Не знаю, что это такое. Какая-то курортная зона, правильно? Это птиц. А с какой это области? Это из Минска области. Куропаты? Птицы. Это, походу, народ такой есть. Отдых какой-нибудь, отдыхательный центр, может, какой? Очень говорящее видео. На самом деле, это вопрос о том, знают ли наши люди, что такое куропаты. Первый материал, который вышел в медиа, вы все прекрасно знаете, это был 1988 год. Это была статья Позняка о куропатах. И Шмагалево. И Шмагалево. И Шмагалево, да, простите. С того времени прошло уже столько лет, и мы получили... На самом деле, на видео много молодых людей, но тем не менее, если сейчас мы выйдем на улицу и спросим старшее поколение, наверное, мы получим где-то приблизительно такие ответы. Ну, может быть, ответы не знаю и точка. Тем не менее, сегодня мы поговорим о том, какую роль во всей этой истории в памяти или без памяти сыграли видео. И сегодня участники нашей дискуссии — это историки, это журналисты, и не только они, это в том числе и рекламисты. Не удивляйтесь, мы поговорим об этой теме. Наш разговор будет разделен на три блока. Мы постараемся в первой части поговорить о в целом дискурсе, о которой, публичном дискурсе, который возник вокруг куропатов в конце 80-х, начале 90-х и в наше время. О том, как сейчас медиа работают с этой темой. Это вторая часть нашей дискуссии. И третья часть нашей разговора о том, что медиа могут сделать, предложить, какие общественные информационные компании, какие новые идеи могут медиа придумать для освещения этой темы, для ее популяризации и для того, о чем говорил Николай, о формировании культуры памяти об этом месте в белорусском общественном дискурсе. И первые вопросы, поскольку первая часть у нас про общественный дискурс, к Алексею Браточкину. Алексей, скажите, пожалуйста, я знаю, что вы анализировали, я видела ваш материал, который выходил в 34МАК на эту тему. Вы не первый год интересуетесь тем, как куропаты освещались в медиа и как вообще в общественном дискурсе формировалось понимание, что такое куропаты, что это за место, что за люди там были или не сформировалось это мнение. Вы можете нам рассказать о тех выводах, которые вы делаете? Это надо как-то много, надо как-то очень много рассказывать, да. Но просто сейчас думаю, с чего начать, да. И надо вспомнить 1988 год, это распад Советского Союза, да. И то, что происходило вокруг куропата, это было еще частью, скажем так, кризиса такой советской идентичности коллективной, да. И, как Николай совершенно верно сказал, попытки предложить обществу новую модель идентичности, да, основанную на определенных символах, в том числе и на отношении к прошлому, да. И к советскому прошлому. И так получилось, что вот этот вот дискурс публичный возник в связке с политической борьбой конца 80-х и середины 90-х, по крайней мере. Борьбой между, ну, в начале это историки описывали как борьба между коммунистами и националистами. Однако я бы сказал, что картина на самом деле была более дифференцированной, хотя бы потому, что часть националистов, это, например, те, кто были коммунистами, да. И, ну, это, надо сказать, что это была, в принципе, советская интеллигенция. То есть это определенная социальная группа, которая стала, как бы иначе говорить о собственной идентичности, да. И это очень интересный момент, вот начало этого дискурса. Если мы рассмотрели, например, фотографии митингов 88-го года и позже, мы можем понять, под влиянием чего, например, он формировался, этот дискурс. Например, один из участников митинга держит портрет героя фильма «Покаяние Тенгиза Буладзе». То есть, ну, вы понимаете, да, что определенные медийные образы, они влияли очень сильно на восприятие того, что происходило. Ну, и потом, что происходит, если очень кратко, да. Вот эта политическая борьба, которая была, она заканчивается, значит, в том году приходом к власти Александра Лукашенко. И, как бы, после середины, начиная с середины 90-х, дискурс о сталинизме, он уходит из мейнстрима, да, из публичной сферы. И возникает ситуация такого, можно сказать, коммуникативного умалчивания. Это, кстати, немецкий термин, когда все знают, что были репрессии, да, ну да, они были и не отрицают этот факт в общем, как бы в целом, да. Но об этом мало что говорят, да. Если там просидеть по школьным учебникам и так далее, то там это очень специфически подавалось, например, описывалось историей 30-х годов. И там точкой были и репрессии, например, да. Ну, понимаете, о чем идет речь. То есть, этот, как бы, вот эта теневая сторона советской модерности, она, как бы, проиграла бой в официальном дискурсе, дискурсия в светлой стороне, модернизация советская, то есть, так сказать, гулаг никому не нравился, да, и вот успехи промышленности, сельского хозяйства, они, как бы, доминировали. Потом происходит параллельно очень интересная вещь. Появляется сообщество памяти вокруг Куропат, оно очень разнообразное, и представители этого сообщества, они, как бы, между собой тоже ругались, ну, я не буду, как бы, рассказывать все вот эти вот вещи, но понятно, что были споры вокруг того, как интерпретировались эти символы, в том числе среди тех, кто оставил эту память, да. И в конечном итоге, в чем проблема еще очень большая, да, на данный момент, что параллельно, вот, скажем так, с борьбой за память о Куропатах, фактически, практически ничего не было сделано академическими историками в Беларуси. И если, например, на сегодня все время цифры все более увеличиваются, да, жертв, которые называются, это на самом деле для меня, как бы, не совсем понятно, потому что, почему, да, это происходит. Возможно, потому что мы не знаем чего-то другого, но надо демонстрировать какую-то другую информацию, да, ну, чтобы показывать, что дискуссия развивается. Потом, только за последние 2-3 года, да, наверное, я бы сказал, что начало дифференцироваться описание тех жертв, которые там лежат, да. Если все время говорили раньше о чем, то есть вот в конце 80-х, ну, поскольку Дорусское общество пережило войну, и было известно слово геноцид, да, конечно же, слово геноцид использовалось по отношению к тому, что произошло в 30-е и в 88-м году, в 89-м, 90-м, это было популярное слово, и геноцид связывался с колониализмом России, в том числе и так далее, то есть это очень сложная такая была система, но геноцид связан именно по отношению к белорусам, да, но в последнее время, в последние годы начали публиковаться списки, ну, или, скажем так, предположения о том, кто там может лежать, да, и, как бы, зная те немногие фамилии, которые известны, это еврейские, например, фамилии, да, и в этом смысле мы сейчас видим, вот на территории самих Куропат, как вот эта низовая инициатива, она становится дифференцией, там стоят памятники, связанные с польским, с польской тематикой, там стоит памятник, связанный с еврейской тематикой, там стоят памятники, связанные с белорусским национализмом, да, то есть это такой целый спектр, ландшафт, да, вот этот вот символический, он становится разнообразным, но вот если говорить о прессе именно, да, то за последнее время, как бы, начали писать о том, например, когда сообщать не только о Куропатах, но вообще о расстрелах, например, известно там, вот расстрелялись 100 представителей там белорусской интеллигенции, да, например, и так далее, и в эту белорусскую интеллигенцию включаются, например, евреи, да, потому что они там и были, то есть вот сегодня, скажем так, этот дискурс памяти, он из такого, ну, я бы сказал, немножко этноцентрического, что ли, да, превращается, ну, в более такой глобальный, что ли, да, то есть он становится более дифференцированным. Если говорить о государстве, то есть у меня еще буквально тут вот просто, чтобы как-то рамку какую-то хронологическую определить, то государственная политика была следующей. часть историков были такими консервативными, и в середине 90-х они снова попытались вернуть вот эти советские нарративы, связанные с описанием советской истории, да, то есть вот Советский Союз, как все замечательно было, и так далее. Однако эта попытка была не слишком удачной, в том числе и потому, что эти историки не могли долго хвалить Советский Союз по той простой причине, что если говорить, что распад Советский Союз был ужасной катастрофой, мы таким образом не можем легитимировать возникший режим политический, который появился, да, и таким образом стали говорить о том, например, что распад Советский Союз был такой ужасной вещью, но неизбежный, да, и все-таки начало меняться, начало меняться отношение к советскому прошлому, и где-то примерно, я сейчас скажу даже дату, 2008-2009 год, случилось неожиданно советский нарратив, его перестали воспроизводить, его решили присвоить и использовать в целях, так сказать, существующего политического режима, и это в том числе и стало происходить с тематикой Куропат. Вот где-то, я сейчас боюсь ошибиться, в 2008-2009 год, вдруг внезапно круглый стол проходит в Советской Беларуси, посвященный Куропатам, и там Якубович выступает, да, то есть ряд публикаций, это было очень интересно круглый стол, потому что на нем звучала тема исторической ответственности, да, и речь была очень интересная, власть отказалась от исторической ответственности, от политической ответственности за прошлое, в очень интересной формуле, да, тогда происходили репрессии, это было все ужасно и кошмарно, но сегодняшняя политическая элита уже другая, да, и поэтому, конечно, мы не можем связывать прошлое с тем, что есть, да, и так далее, в общем, Это очень интересный момент, и плюс, на самом деле, ведь процесс реабилитации, компенсации, собственно, в очень таком странном виде все это время существовал, всем жертвам, закрытие архивов параллельно происходило, да, и так далее. То есть мы видим такой очень интересный момент, власть в конце первого десятилетия двухтысячных стала потихоньку апроприировать, присваивать то, о чем раньше говорила оппозиция, но при этом оформляя это в определенной рамке идеологически, да, то есть пыталась просто обезвредить своих политических оппонентов, присваивая их риторику, скажем так, да. И вот сегодня мы видим какой-то новый этап этого, да, и с одной стороны, вот если говорить уже финал, да, с одной стороны, что бы я сказал, как итог, да, с одной стороны, грузские власти сегодня пытаются, скажем так, окончательно апроприировать эту тему, да, действуют, происходит отца, чем образом, проходит конкурс, ну и он не слишком свободный, этот конкурс, я имею в виду конкурс памятника, да, и уже в описании этого конкурса говорится о том, что памятник должен стоять всем жертвам 20 века, то есть, как бы, знаете, такой вот абстрактный образ рисуется происходящего, да. С другой стороны, если говорить о других людях, которые как бы должны быть носителями альтернативного дискурса, да, то, к сожалению, мы не узнали ничего нового о куропатах практически, да, ну, очень мало нового, и это большая проблема. Вот. Спасибо. Спасибо, Алексей. Вы затронули очень интересные моменты. Во-первых, вы сказали про то, что медиа, в общем-то, шли, да, за тем публичным дискурсом, который создавали политики, по большому счету. Вы сказали о том, что в течение времени архивы все более закрывались и закрывались, и по большому счету мы действительно с 88-го года сейчас ничего нового, кроме увеличения часто звучащего неоправданного увеличения цифр, количества жертв, ничего нового мы о куропатах, к сожалению, не знаем, и это большая проблема для медиа, как освещать тему, которую мы, по большому счету, не можем практически ничего нового для себя откопать, открыть. Это удивительная вообще реплика по поводу того, что нечего открыть. Мне кажется, что это вот такой клондай, где только открывается. Я на самом деле там так много, потому что тут прозвучало много сказочных красивых фраз, например, о том, что это знаковое место для белорусов, хотя, наверное, мы можем сказать о том, что это потенциально значимое место для белорусов, о большой роли медиа в последней истории, которая, мне тоже кажется, крайне преувеличена. Потому что мы можем говорить о роли социальных сетей, о роли стримов, о роли блогеров, но не в этом смысле догоняли немножко то, что происходило. Я хотела бы еще немного добавить о том, что с Куропатами случилась такая история, что они не стали личной историей. Это очень важный момент. Вот то, что делает Дима, это очень важный трост, когда стали как запускать поисковик, когда люди стали находить. У меня была просто очень интересная история, когда я читала семинар для молодых людей, которые работают в крупных, в очень крупных коммерческих структурах. И мы с ними проводили семинары, я дала им тему Куропат. Как бы можно было использовать ту ситуацию, которая происходила в коммерческих целях. Вот, вы это значит, в компании, как вы можете использовать. В любой нормальной стране быстро используется любой информационный поле. И был молодой человек, он мне 21 год, из крупного сетевого оператора. И в качестве примера о том, что сколько было людей, я дала вот этот поисковик. Человек на другой день пришел в состоянии крайнего изумления. Он сказал, я нашел там своих дедушек. Я спросила, почему я никогда про это не рассказывала. Это было непринято. Был этот момент того, что есть огромное количество семей, которые не знают эту историю. То, что история не стала личной. Это, в общем, тоже повлияло на то, что Куропаты были забыли. Второй момент, это то, что они стали страновыми. Потому что Куропат – это как бы, ну да, Минск. И только сейчас начинает подниматься, вот здесь уже Ляльмин начинает подниматься тема, что таких мест было в Беломусе очень много. Куропат – это просто некий символ, который объединяет все остальное. Но этого тоже не было сделано. То есть есть что-то в Минске, где-то там, не очень понятно, почему все это происходит. И вот такие вещи, как бы… А, еще очень важный момент – это формализация, которая, на самом деле, очень хорошо повлияла на Куропату. Вот то, что это реально храняемый памятник высшей категории, сейчас очень помогло Куропату. К сожалению, в тот момент небольшой оттепель, который был, не успели. Можно сейчас понимать, насколько были важны формализованные вещи, как топонимика, например. Потому что если бы, конечно, у нас была улица, там, память о жаре Куропат, как бы странновато не звучало на слух, но вот все такие формальные вещи, остающиеся в каких-то названиях, они тоже очень важны. Это мне всегда придавали значение. По поводу тем, тем очень много. И на самом деле меня поразило, насколько мало эти темы раскрывались вот сейчас, когда был информационный провод. Ну, может быть, в третьей части я об этом немножко поговорю. Простите, коллеги, я даже не успела представить Юлия Лишкевич, рекламный консультант. Вот в третьей части мы как раз поговорим про, может быть, про тему и про идеи. Сейчас чуть-чуть назад вернемся. Юлия выступила с критикой в отношении медиа, сказала про то, что медиа, к сожалению, не дорабатывали в этой теме, давали очень мало информации, очень мало личных историй. Так ли это или нет, давайте мы все-таки спросим у представителей медиа, да? Может быть, Галина тогда нам расскажет о том опыте, который был у Радио Свобода. И потом мы попросим еще коллег в зале, у нас есть те люди, которые занимались этой темой непосредственно, насколько сложно или легко им было разрабатывать подобные темы, и, собственно, с чем они сталкивались, когда они занимались куропатами, и вообще темой жертв политических репрессий в Беларуси. Я готова поводиться с тем, что, саправды, есть тут праца для медиа в плане того, когда пересамливать тую подеи, эти подеи исторические с персоналием, то есть персонализовать и простых нащадков, які шеюсть, ведают своих родных, які не ведают, які хотели бы их знайсти. Тут, саправды, поле дейности ли не великое. Что тычется, в оболе ставлення это по громадской, и то, что бывает такая информационная просторная, полупрепатывалась в этой гаде, то то, как она поменялась, игра, что есть заслуга, все ж таки медиа, и перед усим медиа не державна. Державные медиа все эти годы били всю робко, вот такое ставлення было, как вот зараз мы бачили в этом питании, коли люди не ведали, что это такое куропаты, коли молодцы саплива, сомневаются, кто там похован, что его боку были архляры, кто был катан, кто были катаны в этой истории. И это, конечно, за слово державных медиа, той у Лады, якая была, ей было невыгодно это оставливать, ты обадзеи с собой, бо для новых поколений это было, развенчивало бы миф про бездакорность у Лады. У Лады требовало про нечьему заставаться адзина правильной, адзина непогрешимой, бездакорной, и вот эта история куропату как бы развенчивала этот миф про такую Ладу и выбивала Глебу спад ног. Там в долгих годах вся тема замолчилась, а когда замолчено не стало уже подсвать супер этой Лады, вот один уже подхопили, и после сколу уси, под круглые столы, как бы перетягнуть, как бы на свой бок вот эту инициативу, что да, они так само супер цепарь, репрессии, да, они так само идуть в одном речи еще с грамадством. А не я, да, я с водностью, что працан это не только у меня лично. Тогда вопрос к вам касательно реакции на происходящее событие. То, что мы сейчас видим, очень часто медиа, в первую очередь не государственные медиа, реагируют именно, когда есть какие-то информационные поводы касательно Куропат. Вот сейчас у нас возникла история с противостоянием, и, соответственно, мы в очередной раз обсуждаем эту тему. Да, параллельно собираются круглые столы в Советской Беларуси или где-то еще, но, тем не менее, мы, медиа, журналисты, реагируем на события, в то время как, вполне возможно, более правильной стратегией было бы создание, я не говорю информационных поводов как таковых, но, тем не менее, создание повестки дня вокруг Куропат. Я знаю, что, к примеру, вот у нас в зале есть Павел Свердлов, да, и есть Еврорадио, и мне коллеги Павла открыли секрет, сказав, что у них есть даже какой-то разработанный план освещения этой темы. И мне кажется, что подобные планы освещения с различными запланированными даже форматами освещения, тема Куропат и тема сталинских электричеств как таковых, они могли бы в значительной степени повысить интерес аудитории к этому вопросу, и, соответственно, повысить их, скажем, присвещенность в этом вопросе. Радио Свобода тоже в основном реагирует на происходящее вокруг, или у вас долгоиграющая стратегия существует вокруг этой темы? Так, безумно, я бы не сказала, что мы реагуем выключено на падзей, альбо у нас есть некая такая программа, некая такая линия, яка весь час стремается для того, как бы развивать тему Куропату. Али темы репрессий, темы Куропату – это одна из главных. Для Радио Свобода, для журналистов Радио Свобода это одна из главных, яка при мягчимости и без нагоды, и с нагодой, она раздымается нашими Радой, нашими журналистами. И тут можно узгадать много прикладов, и те же самые узгадки по этой репрессии, не только связанных с Куропатами, а и в других городах Беларуси, и в других местах Беларуси. Люди, яке связаны, яке так, правда, ускосными, или, точнее, не так само мают макшимость выказаться у нас на Радую, а то эта тема не з'являться для нас випадковой разовой. — Галина, у меня еще будет вопрос. Тут прозвучало, скажем так, обвинение, что делается в эпидемических историях, потому что они с 88-го года мало что сделали для того, чтобы раскопать дальше эту тему. Скажите, в плане каких-то новых поворотов сюжетов, новой информации об этом месте, с какими препятствиями сталкивали журналисты Радио Свобода в вашей практике, как их преодолевали? — Ну, ты ж самая перешкода, что и самих историков, скажем, знайсти некие свечи, не прозархивы, ци прозники, документальные свечи, некие знаходятся, скажем, в державных архивах. Ну, эта информация, она практически закрыта, как для историков, так и для журналистов. Вот, как раз, то историки нам точно помогают в этом, скажем, те державные структуры, которые отказываются от этого участка. Как выходили, ну, разными шляхами, так само, про историку простых самых людей, которые могли нечто памятить про своих родников, которые имели взгадки, которые выказывали нам свои вспоминания своих родных и так далее. То есть это, ну, довольно несколько либо все штуки для журналистов, как открывать новое и вот эти. — Скажите, немного про механизм вот этого совместной работы с историками, то есть как это вообще происходит на практике? — Ну, это бывает разное. Это бывают интервью, бывают встречи на круглых столах, так само. Это бывают те же самые у куропатах, те же самые встречи, дни памяти, которые бывают каждый месяц, 29 часа, когда приходят саяки загинулих. Так, бывают самые максимальные шляхи, которые используются. — Мы про механизм еще и столько спросим, но перед тем, как это сделать, я хотела бы просто показать. К сожалению, сегодня нет с нами коллег из Турбая, но вот буквально вчера вышел очередной текст в рамках их проекта про 37-й год. Сейчас мы скажем точно, как он называется. 37-й год, год открытый архив и этот спецпроект, который делается, вот у нас есть в зале, да, Игорь Мельников, который консультировал журналистов. — Простите, ради бога, видите, свою фамилию уже, как вам добавила, который, собственно говоря, консультировал журналистов и вместе с ними работает над этим проектом. И я не знаю, видели ли присутствующие все в зале, вот тот текст, который вышел буквально вчера, но та карта, которую сделали журналисты вместе с историками, нанеся на карту Минска конкретные адреса конкретных людей, которые были расстреляны, репрессированы, расстреляны в 30-е годы, с историческими справками и биографическими справками. Мне кажется, что это довольно сильная работа, которая была проделана коллегами, и нельзя сказать, что сейчас совершенно нету в медиа тех самых публичных историй, да, потому что вот такие личные истории, они все-таки появляются, и все чаще и чаще на самом деле они появляются в медиа. Да, это вообще, когда я говорила, когда я говорила о личных историях, не о личной истории жертвы, а о личном отношении людей, которые живут сейчас, к их семейной истории. Вот, что я имею ввиду, когда я говорила о личном отношении. О том, что люди не знают о том, что это был в их личной семье, что это касалось тех, кто жил там, developer, дедушка. То есть я не имела в виду, что не рассказывают все личные истории,ead. Вы понимаете, что этот проект прекрасно повторяет проект, который был в Питере, который делал то же самое вживую, Этот проект повторяет проект, который существует в Берлине все время. Это новая история, да? То есть это прекрасно, это делается ягодом. Ну, может быть, личная история, да? Вот Дмитрий Дрозд может нам сказать по поводу того, насколько есть интерес у людей к личным историям из их семей и просыпается в последнее время в связи с 30-40-ми, с годами репрессий. А я перед тем, как можно спросить у историков, хотела бы еще у Галины и, может быть, у Павла задать им такой вопрос. Скажите, а в принципе, вот те тексты, материалы, которые создаются о куропатах либо вообще на тему жертв сталинских репрессий и так далее, вот связаны с этой тематикой, они пользуются популярностью у ваших аудиторий? Насколько их активно комментируют в социальных сетях, либо на ваших сайтах? Насколько активно их расшаривают, ими делятся и так далее? Мы понимаем, что все это, ну, сейчас неизбежные показатели того, насколько вообще это может быть интересно аудитории. Мы всегда смотрим за лайками, за расшариваниями и так далее. Есть ли популярность у этих историй? Ну, цикаюсь до этой темы, конечно, великое. Скажем, те же самые падеи вокруг куропата, которые отбывались в прошлый час, они привели такую великую колькость людей, далеких от этой темы, далеких от того, что их родные там загибли. Люди приезжали в эти куропаты на те падеи, которые там отбывались, очень далекие от этой падеи, молодые из усин, с молодыми семьями. И видно было, что им это вельми болюче и не облияково. И они казали одно и то же, что я казала, что это важно тому, что мусить ведать про свою историю, загляджение относительно уда улада, что улада не мусить себе позиционовать, как безгрешно, одиноправильно. И для этого треба ведать историю, как критично ставить священное, для того, что в Украине, какой есть улада, где ставится. Спасибо, Галина. Я все-таки пойду в народ. Я понимаю, что Павел специально селся подальше немножко. Павел, вопрос к вам был. Ну так, можно сказать, что эти материалы вельми корыстаются популярностью. Вось, я открыл карту Минских репрессий, которую мы с подаром Игром Кузнецовым зарабили. У красавику тут 305 расшаров, 589 лайков. Это для сайта Еврорадио нормальные, хорошие, серьезные личбы. Тема, это хвалюй людей. Люди, саправды, сами идут. С информацией, яка у них есть, с документами хотя бы якими, яке, ну, отрымалося у их сдобыть с КТБ у розные часы. Наприклад, мне сустрелся абсолютно выпадково человек, яке пронес две доветки на одного со своих свояков, там, про деда. Вось, и у одной было написано про Куропата, у иншей не, потому что первая доветка была отрымана в 91-м годе, а другая у 98-м. Тобух, ну, вось, простые вельми факты, али вельми показальны. Тому я сгодна с подаранней Юлией, тема у окол Куропатау и особистых историю людей вельми и вельми шмат. Проблема, одна из великих проблем у Куропатау сёня полягая у тым, что журналисты белорусские, особенно молодые, не умеют працавать пазы интернетом. А у интернете про Куропаты написано вельми не шмат, и всё это уже давным-давно відомо. Треба исти для людей, треба, вось, як зарабил Тубайс, оправды выдатный крок пайсти по домах, які дали тут стоять, в яких жили присыланые люди, пократить всё это руками, похударить с тими, хто, ящи памяты от их, хто памяты урепрессованных, ну хотя б так. Вось, и тады будуть классные, цікавые материалы. Спасибо, Павел. Дмитрий, может быть, вы ещё ответите на вопрос по поводу того, насколько люди интересуются в целом темой поиска информации о своих репрессированных близких. Я знаю, что вы в Пелорусском документационном центре делали даже специальные курсы для людей по поиску такой информации. Кто к вам приходит, кто эти люди, насколько эти истории потом значимы для их семей, для них самих, как они меняют их жизнь или не меняют. Ну вот Юля сказала про поисковик, который мы сделали на нашем сайте Белорусского документационного центра. На самом деле эта идея была тоже во многом благодаря Юле возникла, как-то мы про эту тему говорили, и мы смогли её реализовать. Это действительно очень просто. Просто заходишь на сайт, набираешь фамилию и получаешь результат. Буквально за сколько там месяца существует эта база данных, мы получили 50 тысяч запросов. То есть для нашего маленького сайта это просто громадный рекорд. И я каждый день могу возможность отслеживать, кто обращается к этой поисковику, и я вижу, что это со всего мира. То есть у нас сейчас есть как бы статистика. На наш поисковик заходили ну, со всех, наверное, стран, которые даже с Африки, с Южной Африки, с Австралии. То есть люди знают, и благодаря тому, что наш поисковик сделан был на базе Google, то есть человек, когда просто вводит саму строку поиск ретеси, мы там получаемся первыми в списке практически. И спрос есть, интерес есть. Что касается школы, да, вот когда это вышло, только первая информация появилась о поисковике, Радио Свобода опубликовал, кто-то еще опубликовал, Харция, то есть это была такая вспышка, вот именно даже в Фейсбуке, когда люди, казалось бы, ну, вот им такая информация предоставляют, тоже было 300 расшариваний, там, буквально в первые же часы мы получили там вот клики, «Ой, я нашла своего бабушку, я нашла своего дедушку», то есть люди просто, ну, ведь мы на самом деле вообще ничего не забрели нового, это просто поисковик, который использует все те базы данных, которые существуют уже в интернете. Это мемориал, открытый список, они немножко дублируются, это вот и есть на сайте Радио Свобода замечательный список 60 тысяч, то есть наш поисковик просто использует те базы, которые уже существуют, но человек не может, человеку, наверное, было сложно действительно просто мои предки резерваны, как-то искать, заниматься, а вот он и вел эту фамилию, он получил. И буквально, когда она существовала, и она до сих пор существует, школа поиска информации репрессированных, мне писали люди, мне звонили люди, не могу сказать, что это были сотни звонков, ну, все-таки, действительно, у нас не было такой возможности, как и через Тутбай, через какие-то такие более, где посещали, наш сайт довольно-таки корпоративный, такой маленький, но больше в моей странице, наверное, в Фейсбуке более известный, чем сайт. Десятки людей звонили, писали. Цель же была не в том, чтобы такие люди просто узнали, эта информация была в интернете. Я старался заставить людей написать заявление, идти в ККБ, пытаться знакомиться с этими документами. И здесь, на самом деле, многие столкнулись уже на этой стадии с проблемой, что им просто отказали в получении информации, и все. Человек хочет получить информацию, он пишет заявление, от него требует доказательства родства. То есть, то, что практически все наши поиски в основном заканчиваются на этой стадии, требует доказательства родства. Мой прапрапрапрати, которого был репрессирован, родился в 1865 году. То есть, для меня это уже пятое поколение. Хорошо, что я занимаюсь роднословной, генеалогией, у меня есть документы. Для большинства людей, они просто на этой стадии остановятся, они дальше никогда не пойдут. Но действительно, я услышу много историй, мы на своем сайте публиковали личные истории Семьи, в которых репрессированы, не один человек, два-три по разным линиям То есть кто действительно этим интересовался, тот понимает Когда мы говорим о Великой Отечественной войне, что у нас нет белорусов ни одной семьи, которая бы это не коснулась Это абсолютно, я думаю, так же касается репрессий Каждый, кто хотел, он узнал, он может получить информацию Репрессии коснулись всех Я думаю, что другое может быть дело, что люди все-таки больше настроены на позитив Они хотят смотреть комедию, они хотят получать положительные эмоции И, скажем так, пить вкусное пиво, вино То есть, ну, не каждый настроен получать этот негатив И многие, наверное, даже хотят, я не хочу это знать Меня это расстраивает То есть люди самозамыкаются, они... Я не хочу этого знать Поэтому, может быть, здесь часть еще проблем в человеческой психологии Что они не хотят этих знать И они им это... На самом деле, правда, куропатов очень тяжелый Если кто-то читал эти документы когда-нибудь И знает, какие там использовались пытки И какие ужасы люди проходили, действительно Это... То есть не каждому это тежданно как бы с этим знакомятся Это очень тяжелое испытание для психики человека Поэтому, может быть, люди и не все к этому стремятся Скажите, вы говорите про статистику по странам А ваша статистика подразумевает какой-то полувозрастной портрет? Кто наиболее активно интересуется этой темой? Там, ну, у нас действительно есть статистика Она-то в основном такого вот возраста До двадцати до сорока, там, до пятидесяти лет Это основной пик Естественно, все, кто в интернете, все этим пользуются И как вы взаимодействуете с медиа С помощью вашего инструмента? Как ваш инструмент помогает медиа, может быть? Он помогает, например, лично мне То есть я постоянно к нему обращаюсь Мне нужно что-то найти, информацию Например, он вот очень простой То есть у меня, например, появилась информация о Шевчуке Вы знаете, ДТТ, что у него был ротинокреписирован Я сразу ввожу фамилию, я сразу получаю результат Я получаю сразу справку Мне не надо больше ничего То есть получилось, что вот Евтушенко умер И пишет, что умер, его оба предка были репрессированы Сразу вводишь информацию То есть кто знает этим? Это информация, которой можно пользоваться Это очень удобно, это очень быстро Я вот, если можно, я только одну скажу Потому что, например, есть такой, ну, слух, не слух Я читала это в нескольких источниках Когда назначили новую главу нашей церкви О том, что при всех своих странностях Этот человек очень ярый антисталинист Потому что у него были репрессированы отец и дедушка И мне всегда было интересовало, почему Никогда не подумал эту тему Не проверил так это или нет В частности, потому что Это достаточно интересный момент Который многое мог показать отношения церкви Потому что я считаю, что это очень строгая тема Ну, об этом писали в российских СМИ Я никогда не видела об этом ни упоминания Ни рассказа в наших СМИ Спасибо большое Насколько я поняла из того, что рассказывал сейчас Дмитрий По большому счету, этой базой может воспользоваться любой журналист Любое медиа И придумать, как использовать те данные, которые там есть Я хотел бы уточнить, это не база Потому что все говорят, что это база Это просто образковая система, которая объединяет все То есть, если вы ведете фамилию на белорусском языке Вы, получается, входите на сайт Свободы И читаете информацию на сайте Свободы То есть, если вы вводите на русском языке Вы входите на сайт Мемориал На самом деле, в России создается сейчас большое количество баз Которые дублируют немножко друг друга Где-то, ну, информация в основном та же самая Чего нового там Но, тем не менее, она может быть очень полезна для журналистов И для их каких-то будущих проектов И придумывать, как с этим работать На самом деле, должны быть конкретно медиа, редакторы и журналисты Мы с вами сейчас затронули, в общем-то, неизбежно затронули вопрос Персонификации, персонализации того ужаса и того страха Через который мы прошли эти люди Персонализации самих куропат как таковых И вот тот самый вопрос культуры памяти Вопрос того, как мы Через что, через какие истории Через какие инструменты Мы вообще можем помнить и должны, может быть, помнить О том, что происходило в 30-е и 40-е годы Во времена сталинских репрессий в Беларуси И, может быть, тогда Чтобы не затягивать время Мы перейдем к тому, что нам хотела бы показать и рассказать Юле О тех идеях, которые могут взять на вооружение медиа А уже после этого, если будут какие-то вопросы И дискуссия, если все готовы включаться Мы это так далее А по реприку можно к участникам? Дважды прозвучал Дважды прозвучал тезис о том Что неоправданное увеличение количества репрессий И, кстати, в данном случае Медиа разделяет позиции Компартии и их сопутствующим Незалежные СМИ Завышают цифры Для того, чтобы показать негативы советской власти Я вам скажу так Не надо поддаваться этой тенденции По одной простой причине Почему это делается? Это я вам приведу просто цифру В Беларуси официальная цифра 200 тысяч реабилитированных Учебно-пособие записано Возвращаемся к круглому столу, который был 24 февраля Кстати, в качестве негативной реплики скажу так Что государственные СМИ Этот повод использовали на 100% Они прокрутили это по всем каналам До каждой районной газеты До каждой радиоточки Дошла, которая говорит даже на ферме Вот это был пример Ну, понятно, у них сосредоточено все Но через 23 года они поняли, что это надо Они это сделали Но что получилась реакция наших независимых СМИ? Когда я говорю Коллеги, обратите внимание Что это надо использовать в своих целях Я говорю Ну, что вы лезете с этим круглым столом С этой советской Беларуси? Я говорю Вы не заметили самого главного Впервые за 23 года В лице первого заместителя председателя КГБ Дана правовая оценка репрессий Пусть на примере Куропат Сказано, кто там лежит Это власть делает временно Она это сделала И надо было использовать И этот повод не использовали Собственно говоря, я когда выступал Перед защитниками Куропата Я сказал Да, ваша победа То, что этот круглый стол состоялся Но победу надо продолжить Мне сказали Эйфория Все Никаких круглых столов Далой советская Беларусь Далой БТ Надо было им сказать спасибо Что они за 23 года сделали то Что мы не могли сделать За 20 лет У нас нет ресурсов таких Правильно? Что нам говорит? Это первый момент Поэтому Я просто хотел бы дать пояснение Очень коротко Не отвлекая внимание Когда говорят о цифрах Вот сейчас у меня просто Этот процесс постоянно идет Вот он сказал 800 тысяч Потом сказал миллион 200 Потому что Надо развести четкое понятие Под понятием Юридической репрессии Власть имеет что? И законодательно закреплено Расстрел Лагеря Тюрьмы И официально Вынесено решение Ссылки Высылки Спецпоселения Итого Эта цифра Получается В Беларуси 600 тысяч Было Тот же Домушко Гал В 93 году КГБ Подкорректировал Эту цифру На круглом столе Снизив Количество Реабилитированных С 200 тысяч До 176 Обратите внимание На этот факт Это мизерно было И 600 тысяч 200 Уже снизили Поэтому Мы говорим о том Что мы Должны Как гражданское Общество Относить А как быть С теми Которые были Лишены избирательных прав Которые были Высланы По амбарным Книгам Колхозных Собрались 100 человек Написали Никаких решений Никаких документов КГБ Не МВД Говорят Вот опять Кузнецов Брешет Значит Приписывают Их Я таких категорий Вам назову Сотни Иностранных Граждан И военнопленные Бо чего-то мы не относим Это тоже репрессии Это репрессии Советской власти Это 800 тысяч Добавьте Только на теле Мы это не считаем Мы разделили Это война От поля А там репрессии Куда это все делось И поэтому эти цифры Я бы не хотел Чтобы так Комментировали Потом Что опять Кто-то из историков Сказал Да потому что Надо Медиа сейчас Больше Брать интервью Проводить круглый столов И тогда пусть Объясняет Кузнецов Почему 1.200 А коммунисты Будут объяснять Почему всего 700 тысяч Было репрессировано В год Вот где будет дискурс Его нету Пока И по хуропатам Одна реплика Чтобы уже Пока не отвлекаться По поводу Сенсации Сенсации не будет В ближайшее время Раскрою уже тайну Такую На круглом столе У меня было Конкретное предложение К первому Заместителю Председателя КГБ О создании Рабочей группы Из числа Историков И сотрудников Комитета О поэтапном Открытии архивов Название Места захоронений И по имена Те фамилии Которые есть У меня две встречи Были На официальном уровне После последней встречи Мне сказали Мам на следующей неделе Позвони Прошел месяц Тишина Может это пауза Может это ответ На мой вопрос Что никакой группы Не будет Никакие архивы Открыты не будут И ничего нового В ближайшей перспективе Прокуропаты По документальной базе Мы не узнаем И к этому Надо быть готовы Но есть действительно Очень много Информационных поводов Кто-то где-то помнит Кто-то слышал Надо этим хотя бы Пользоваться Документальной базой Мы не получим Бежать все время Спасибо Спасибо большое За встречу И Да давайте Мы общую дискуссию Стараем немножко на потом А сейчас Задим слово Юлия Которая расскажет Как нам не осталось В этой эпохе И развить Собственно Прекрасная тема Прозвучала По поводу попутных жертв Это мне кажется Важнейшая тема Моя бабушка Коточила на себе Например Всю семью Потому что Никто не мог работать Вследствие Того что Уже у моего сестры Будет переселен Дальше Дальше Очень важный момент Да О том что Государственные СМИ Использовали это гораздо лучше Это важно Предварить вообще Все по презентации Например Если кто-то видел Прямой эфир Радио Свободы Который я посмотрела Весь очень внимательно То самым конструктивным человеком Тому делал конечно Павел Зотович Потому что Все остальные были Крайно практически Неконструктивным И был единственный человек Который говорил так Что если человек не очень в теме Он думал Ну вот Есть хоть один нормальный человек Который что-то хорошо говорит И очень важный момент Это был Субботник БРСМ Это уже подводка К моему презентации Когда я ее делала Более трех лет назад Для всех Апистационных Активистов Прозвучала такая реплика О том что Ну что Куропата стану для всех Я сказала Да Вы должны быть готовы к тому Что туда приехал Субботник БРСМ Если меня все посмеялись На самом деле Это Субботник случился И самое худшее Что могло случиться Это что Рядом с ними Не работал никто Вот Вот вам Аудитория Я вам скажу честно Если бы мой ролик Бузьми белорусами Показали БРСМ Я бы была бы просто Дикой счастлива Это моя мечта А вот тут Они в Куропатах Ни журналистов рядом Ни активистов рядом Вот пожалуйста Это молодые люди Такие же как И любые другие Они вступают сейчас в БРСМ Как мы в конце 90-х В 80-х Вступали в Комсомол Для них БРСМ мало что значит Это не идеология И очень важный момент Что с ними никто не работал Все туда покривили лица И сказали Ой какой ужас Они пришли в Куропат Ребята Они пришли туда И они там работали То что с ними не работали Это тоже очень Даже то что Мы опять же С ними независимо Например Не пришли поговорить Это очень старая презентация На самом деле Она была когда-то сделана Еще в БРСМ Так и не была ни разу использована Я расскажу про какие-то вещи Просто нужно не туда Наверное А все-таки сюда И не направлять Это было про Куропаты Поэтому мы здесь не будем говорить Не будем говорить про дело О том, что Я начну, наверное, с самого начала Некоторые проблемы Которые я хочу светить О том, что Многие СМИ должны понимать Что люди ничего не знают о Куропатах Более того Люди вообще практически мало представляют Что такое были сталинские репрессии То есть Некоторые перегибы на местах О том, что Цена за индустриализацию Прекрасное общество Но по возможной победе войны И прочее Люди не очень себе представляют Как это было И в каких масштабах И мы говорили о том Что нужно изменять Общественное отношение К сталинскому репрессию И Вот идея о том Что нужно вообще сделать Простой, понятный сайт Куропаты для чайников Вот мы говорим о том Что это всегда очень сложная тема Она всегда очень скорбная Людей не хотят смотреть Есть два сайта Посвященные Анне Франк Которые там еще Дри года назад существовали Которые очень интересно Рассказывают про эту историю Потому что мы видим Дом Анне Франк Мы видим Как жили люди Чем они тогда питались Что она читала Что она носила Какие там были взаимоотношения То есть мы видим живых людей Мы не видим какой-то там Зомби Разложившиеся от рубли Мы видим живых людей Это очень интересно Это очень важный момент Я знаю, что была попытка Я немножко участвовала В создании виртуального музея Куропаты Вот видите То есть Людям интересно Люди смотрят Знак и символ Уже тогда три года Мы говорили о том Что должен быть Сейчас попытались создать некий символ Но он все равно посвящен бою акции Чем самим Куропатам На самом деле До теперешнего времени Реального Узнаваемого Легкого Такого, как Например Значок Использовала Куропатам Ибо Боя нету до сих пор Не было никогда реконструкции Потому что люди немножко склонны верить к тому, что они увидят Если мы с вами говорим про восстание, про эволюцию в год 1917 года То все всегда будут представлять людей, которые лезут на решетку землиного дворца Пускай все знают, что там никогда не было Что-то снялось Эйнштейн гораздо позже Все равно это у всех людей утверждено в памяти И, в общем-то, реконструкции вполне Вот мы говорили о живых историях О том, что они начинаются Были очень интересные проекты Например, проекта в Вашавском гетто Где о имени молодых людей 20-21 года Был заведен в фейсбук И молодые люди менялись реприками Сейчас это повторило 1917 год На самом деле, вот этот проект по варшавскому гету Он был первым, был сделан гораздо раньше И мы его предлагали сделать еще до 1918 года и давно Я не буду сейчас вам уже показывать примеры Потому что и вот проект, который, слава богу, осуществил Это мой расстрелянный прадедушка О том, чтобы люди искали И если говорить о журналистах Было бы достаточно интересно Если бы журналисты раскопали информацию О расстрелянных предках Идеологов типа Гегина Потому что это реально очень интересно Ну, в частности Очень много говорят Есть такие слухи о том, что, например Неравнодушное отношение Павла Айзотовича Строится на том, что мы тоже есть Расстрелянные родственники в пропадах Вот это вот была идея Которую я потом очень пожалела Что я ее включила Потому что не отнеслись очень болезненно Особенно наши христианские партии Которых у нас много Я нашла совершенно случайно в интернете Что есть такое проклятие репрессированных убитых И предлагала Так как это было связано с Бульбашом Я предлагала сказать о том Что не есть Бульбаш Холл Потому что если вы там будете есть пить и веселиться На вас попадет проклятие У вас не будет денег У вас будет импотенция Это самое лучшее Сразу грызть импотенция И как бы все понятно Никто никуда не пойдет Но потешили, что я прям лично хотела Обидеть наших христиан Не вот это в честное слово Это была просто идея Вот Мы говорили Да И вот очень важный момент Сейчас я хочу сделать отдельную историю По поводу Такой пассаж По отношению к памятнику Это очень-очень важная вещь Потому что опять же На прямом эфире радио Свобода Мы слышали изображение господина Позняка О том, что вот есть кресты И больше ничего делать не надо Да, появилось все на памяти Вот Ну, чтобы да Все на памяти Но как бы вот Вот ничего Но на самом деле Это не совсем правильно Не совсем так Потому что Не нужно забывать о том Что вот такой конкурс Если к нему правильно подойти Правильно его использовать О чем все время говорится То, что мы должны использовать Все моменты, которые нам делаются Могут вообще показать Другое отношение к памятникам А во-вторых Дать молодым людям Возможность Отрефлексировать И что-то рассказать На эту тему Что я имею в виду Вот Чударев Дизайнер Чударев Который сделал Замечательный знак Куропатам У него есть идея Которую я не могу там раскрывать Но я рано или поздно покажу Своя идея памятника Очень символическая Очень интересная Для меня было совершенно поразительно Что молодой человек На таком уровне метафор Может осмыслить Вот эту трагедию Произошедшую с людьми Было дико интересно На это посмотреть Поэтому вот это закостенило Вот мы там поставили Кресты когда могли Больше не смейте об этом думать Звучит довольно странно Бросло новое поколение Которое тоже имеет право Осмысливать И думать о том Что произошло И показывать Как они хотят Это представить Ну вот мы предлагали Сделать вдоль дороги Жестяные фигурки С прострелянными сердцами И головами И рассчитать так Чтобы когда солнце Садится в определенной точке Свет пробивал Чтобы это был такой момент Который бы люди хотели увидеть Подъехать И как бы ощутить Ну и у нас была Это уже такая Более радикальная история Просто Опять же Это была история Любовь по школам Мы предлагали Подъезд к нему Обводить Как тела Расстрелянных людей Чтобы люди ехали на машине И понимали Что вообще Что это за место И что Почему Они едут Куда они едут Опять же Так как это официальный Совершенно официально Признанный Памятник Значит Который охраняется Государством Мы предлагали Сделать Официально Разместить Социальный пылборд Посвященный Этой теме Так как мы были Тогда не идиоты Тоже хорошо понимали Что вряд ли Это так будет легко Мы предлагали Сделать Из-за этого Из-за того Журналистами А-ля реалити шоу То есть Сделать этот макет И пытаться Его утвердить Официально Описывая О том Какие были Отписки Что говорили Да Нет Ну как поднимать Эту тему Мы показывали Как например Еврейский музей Сделал Такие работы Граффити Тоже посвященные Так как он сейчас Любит граффити Различные Сделали Сделали Ну Сто крестов Было Толка Я не покажу Сейчас примеры Там роликов Которые могут быть Но понятно Что должны Существовать Ролики И статьи И очень важный Опять же момент О том Что Мы тогда Уже говорили Понимали Что Почему Как можно Не допустить Того Чтобы там Не возник Безлигий памятник Чтобы из него Не сделали Новую лошадь Не сложили Все просто Гранитом И бетоном Это рассказать Людям о том Какие памятники Скопи вообще Существуют в мире Это тоже тема Для журналистов Показать людям И рассказать о том Как вообще Начиная С прекрасного Памятника В Берлине Который посвящен Холокосту Вот это твой памятник Оставленные Ботинки Расстрелленных Радиоутопленных Всем известный Там памятник 11 сентября То есть Таких вещей Много И инсталляция Об этом нужно говорить То есть Мы опять же говорили Что И вообще Хорошо было бы На самом деле Создать некий памятник В котором Могут поучаствовать Все В качестве примера Мы приводили Сайт Который Который Сделал Greenpeace Когда они Собирали деньги На новый корабль Они просто В интернете Разбили корабль На маленькие части Ты мог Купить Часть за 2 Доллара За 100 Долларов За 1000 Евро Вернее И тебе присылали сертификат Это знал Где-то твоя часть Да Условно говоря Я сейчас очень условно говорю Что Будет ли это там Маленькая Маленькая Хрустальная Там Колокольчик Который будет Раздавать твой звон И который ты повесишь В память И который только В определенный момент Будет раздавать Тихий звук Ну там Люди же Поэтому возможно Это невозможно Но что-то К чему Могут прикасаться Люди Потому что Мы опять должны Помнить Что когда Место станет Широко Разрекламированным Мы должны быть Готовы К тому Что туда Приедут Свадьбы И будут Вежать Там Замочки Условно говоря Так Всегда Случается Мы говорили О том Что конечно Нужно делать И чиновников Вводить Для них Обязательно Экзамен Обязательно В школу Куропатов Все знают Что детей Возят В Катлин Хорошо Что вы Возили В Куропат И Было Много Дальше Известных Людей О том Как Говорить О жертвах Например Есть разные Данные О том Сколько людей Было расстреляно В Куропатах От 7000 До 150 Это в любом случае Очень большая Центра Любая Центра Большая Но нужно понимать Что людям Нужно визуализировать И показывать На примере Горда Показать Сколько В мирное время Было убито Людей На примере Сколько Домов Было уничтожено Если Говорить Или Кладбище Представляете Очень важный Вопрос Который Опять же Пока Мало Поднимается О том Что Мы не знаем Имена Мы не говорим Об именах И Я посмотрела Что Могильный памятник 3D Модель Могильного памятника Она бесплатно Выложена То есть На самом деле Можно сделать Такой проект Как В лодгридах Бывает Можно создать Просто Виртуальное Кладбище Которому Будете ходить Вы будете Семь Тысяч Десять Тысяч Двадцать Пять Тысяч Модель И на них Не будет Имен Вот Когда Вы увидите Насколько На самом Деле Это много Когда Условно Вы поймете Какую бы площадь Снимало При самых Скромных Памятниках Это Кладбище И там Нет Ни одного Имени Кроме Тех Двух Которые Достоверно Установлены Друзей Это Производило Гораздо Больше Впечатение Потому Что Это Визуализировано Они Семь Представляют На самом Деле Как Это Много И Как Это Ужасно И Насколько Это Несправедливо Потому Что Да Есть Очень Много Проблем И Кстати Очень Много Проблем Связаны Еще С Архивами И С Тем Что Многие Белорусы Были Расстреляны За Пределами Тепешней Нашей Страной Дедушка Был Расстрелян В Свердловске Екатеринбург Тогда Представляли Данные То Архивов Дубы Сейчас Нет Я думаю Что Все Это Гораздо Сложнее Вот Опять же Бактеризированная Продукция Которую Привозили Пример С С Все Еще Писалось До Того Как Появились Аншиванги И До Того Как Появилась Погоня Сейчас Тоже Все Подтверждено Что Такие Вещи Работают Хорошо Такие Вещи Действительно Острабатывают И Вот Таких Тем Очень Много Здесь Еще Нет У Нас Была Идея Так Назваемого Компьютера Значит Репрессии Вы Заходите На Сайт Вводите Своё Имя пол возраст чем вы занимаетесь и получаете данные по какой статье вас бы скорее всего посадили или расстреляли потому что данные эти есть что бы вам скорее всего вменили как у моего прадеда свержение конституционного строя или там обряды на дому которые кстати карались более строго религиозные как ни странно и прочее 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 вот это много гуляет идей которые уже давно которые мы предлагали но мне кажется что таких идей еще есть много и больше потому что люди должны как-то вовлекаться мы сейчас говорим о том что сейчас время интерактива мы должны понимать что сейчас есть очень много информации и нужно понимать что за внимание куропатом борются не официальные новости как мы думаем что вот там выступала Лукашенко а вот мы расскажем про куропат нет за внимание людей борются газеты журналы имена которые будут рассказывать о голодающих детях будут значит истории про еще какие-то строгательные на самом деле ну такой момент когда нужно понимать что мы должны чем-то платить за то что люди дают им свое внимание просто потому что есть сознание что они обязаны это делать это к сожалению не работает очень хочется высказаться даже нервничал все время на самом деле ну правда по презентации не воспринимаете меня как злого критика но у меня такой вопрос когда делалась презентация я записал себе и решили в качестве проста взять хатынь у меня очень вообще такой вопрос нет нет просто видите там было написано что мы хотели сделать это место таким же известным как хатынь но я думаю насколько советский пример мемориального комплекса может быть полезным допустим если мы говорим именно о куропатах нет ли здесь такого способа что ли или попытки создать такую же память которая была и особенно с учетом истории хатынь нет мы говорим только о сверхизвестности хорошо это был один такой момент потому что у меня все время иногда было такое ощущение как будто вот берется какая-то история немножко делается эмоционально выразительный миф то есть вот с этим как бы не хотелось сталкиваться второй момент ну миф не в том смысле что там были жертвы в хатынь а в том смысле как потом об этом рассказывали кто был убийцами и так далее это очень важный момент второй момент по поводу элементов исторической реконструкции которые можно использовать мне кажется тебе надо быть очень осторожным не превращать это все в аттракцион я просто хотел бы привести пример вот крутос парк вы знаете такой вот есть парк в Литве где свезли все советские памятники и в качестве дополнительного бонуса была идея подвозить зрителей к этому парку в вагоне в котором депортировали литовцы в свое время понятно да в Сибирь и конечно возник спор об этических основаниях происходящего да и мне кажется вот этот контекст этики он обязательно должен обсуждаться при работе с прошлым да это очень важный момент третий момент вот этот вот заголовок который мне тоже заинтересовал мой расстрелянный прадедушка а что с бабушками да ну то есть вот если немножко говорить о измерении ну дифференциации жертв да то вот что происходило с женщинами да в том числе и просто понимаете вот иногда у меня ощущение что вот эти такие названия они как бы такие проговаривают ну устоявшиеся языковые привычки ну какие то да мыслить о чем то и мне кажется надо постоянно помнить о том что вот группы жертв были совершенно разными да и вот эта дифференциация должна учитываться когда мы это все описываем ну и последний момент это все таки вот фигуры расстрелянных людей и фигуры трупов обведенные кровью это мне напоминает то как сейчас снимают фильмы о войне да для этих фильмов характерен чрезмерный натурализм это должно вот именно так атрактивно быть да такое насилие представленное в эстетической форме и поражающее конечно очень сильно но вопрос в том почему почему такой метод приемлемый это для меня открыт хотя бы по той простой причине что о чем идет речь новое поколение мы видели да вот ролик в самом начале был сатовский на самом деле он ну это тоже монтаж своего рода да потому что этих людей не спрашивали о том что они знают о сталинизме например да ну вы понимаете просто спросили что такое горопаты ну для меня это как бы не совсем показатель да то есть я не был в шоке от ролика потому что по разным причинам но я бы хотел сказать следующее да и вот сейчас мы имеем поколение людей которые вообще не знают что это кропат они уже родились после 1988 года да им об этом надо рассказывать и то же самое как сегодня пытаются рассказывать например о второй мировой войне великотечной войне в белорусском контексте и в российском снимают фильмы в которых место истории вот этот вот натурализм да когда людей заставляют не думать а заставляют просто моментально пережить что-то да вот этот вот травматический опыт но этот травматический опыт он так и останется просто вот тем о чем мы говорили что мы будем бояться трогать все эти вещи да потому что это такая травма и то есть с нами разыгрывают эту травму но не заставляя с ней работать да не дают нам как бы набор понятий инструментов языковых разных для того чтобы понять почему это было как это было как с этим справляться и так далее поэтому я думаю вводить постоянно людей в состояние аффекта да ну понимаете то есть это очень все как бы с моей точки зрения проблем я могу ответить потому что я не это терпела знаете да пожалуйста да я хочу сказать что конечно многие знания многие печали да и надо все так воспринимать буквально первое естественно по словам хатынь я имела ввиду когда люди спрашивают что такое хатынь люди говорят сожженные деревья мне бы хотелось чтобы когда люди спрашивают что такое куропат они также четко отвечают никакой ассоциации с государственным праздником никаких вещей это бы додумали сами ну вот простите это правда а теперь по поводу второго момента нужно иметь вкус знаете это мне напомнило историю недавно я разговаривала о том что нужно сделать там номератор как сделали значит в свое время шведы упоминание о том когда приближается водитель к школе ну напоминание что вот школа приближается и человек который за это ну там отвечает за предложение он меня спросил слушай а ты не боишься что ты еще больше отвечает человеку который приближается я говорю а ты себе представляешь что в этот момент раздаст резкий сигнал он вдруг выронит рот он говорит ну да я говорю нет мы сделаем какой-нибудь мягкий звук и поменяем там голос взрослый на детский а то есть понятное дело что конечно в этом должен быть вкус не должно быть внимание спасибо что указали это еще раз но это сам и об этике тоже потому что например конечно мы расстреляли прадедушка это было черновое название я как человек сделавший рекламу человек значит изобрела колесо поверьте все понимаем про фемилизм и очень важный вопрос вот этот третий четвертый тела были именно рассчитаны на шоковую историю потому что они должны были это была история они совершенно четко должны были делать так чтобы людям неприятно было туда заезжать да они были рассчитаны на аффект а вот то что касается фигурок людей прострелянных эта идея родилась из очень простой штуки ни разу не два люди которые приезжают мимо куропат спрашивают меня Юля что это за кресты ты все знаешь вот такие вещи сразу людям объясняют что произошло даже если человек еще ни разу не интересовался и видит он понимает по меньшей мере что там погибли люди дальше он уже про все это узнать то есть в этом была только эта идея я не думаю что мягкие там слегка проживленные фигурки через которые промывает солнце будут действовать шоково и прочее но люди будут понимать о чем речь это тоже очень-очень важный момент это тоже очень-очень важный момент и аккуратно и осторожно по кольке той взгоданной той взгоданной субботник ну можно сказать популистки хоть и за все но уже причинаючи с того что район проходит в той день когда означался день воли когда люди были настроены удельничать в уличных акциях и влада это судовно разумела и оттянуть увагу это были выкористаны куропаты ведающие что куропаты для громадства мают великое значение и видать различные на тое что будут люди так сами и куропаты неким чином притягнуты это не самое страшное тое что они таким чином манипулюют громадством как бы цевнуть увагу от неких политичных это не самое страшное а вот что что влада вельми удала манипулюя реакция грамадства на такие свои заходы гэта может ибы гэта была скажем ихня добра воля саправды больше адуковать молодь больше давать известок про те же самые куропаты то гэта не была образовая а так у таким выпадку у дел грамадства разом с БРСМ и он был мил бы таки эдукацины великий эффект пропагандистки деля того как после при потребе апелевать к этой поте и сказать бачите нас же потребливая вот это грамадство и и свои новые заходы подтверждали таким делом не не скажу что не треба это в м это совершенно не нужно То есть на самом деле власть может использовать это в любом случае, то есть у неё нет проблем. Потому что мы сделали шаг, а вам это совершенно не нужно. Потому что говорить о том, что если бы общество пришло к БРСМ, БРСМ – это общество. Хотим мы этого или не хотим? Это молодые люди, которые вырастают, потом пойдут, они будут чиновниками, будут работать вместе с нами, и этого никуда не избавиться. А если не услышать историю, я хочу сказать, кстати, всё время забываю сказать, что была совершенно замечательная статья на Куку, которая была в хорошем смысле попсовой, чего мы все так боимся. Потому что когда люди слышат такие истории, как найдены два простреленных черепа одной полей, или когда они узнают, сколько в одну яму закладывали жертву для экономии места. Возможно, это тот самый шоковый опыт, но это те вещи, которые очень зримо блистают перед глазами, и говорить о том, что власть это делает разом, она не будет рассказывать. А мы здесь тогда при чём? Почему мы не приходим, он про это не рассказываем? Такой же вопрос возникает. Я бы хотел поговорить ещё об одном мифе, который может быть разжижимый и в медиа, и не только в медиа, такой миф, который, наверное, по, если выражаться по аналогии жижика, это такой вот жирный хомяк, к которому мы привыкли верить, но, возможно, стоит на него критически взглянуть. Это мысль о том, что, которая в разных формулировках звучит, о том, что куропаты нас объединяют, или хотя бы потенциально объединяют, в том, что это общая боль, общая память. В начале презентации, по-моему, тоже было в какой-то формулировке эту же мысль сформулировано. Пока, мне кажется, это скорее некая декларация в целом благая, но которая пока совершенно не реализована, причём на очень разных уровнях. И, мне кажется, в последнее время мы видим две-таки противоположные тенденции, тянущие куропаты в разные стороны, одновременно приватизацию и национализацию. И национализация куропат – это то, что сейчас мы видели в рамках и БРСМ, и круглого стола, и это сейчас про это тоже. Значит, когда, собственно, государство вполне в контексте той, и в контексте мягкой было реализации в какой-то степени, когда власть понимает, что вот те символы, которые когда-то были вражеские, символы праздника, оказывается, их можно задействовать и на этом поле играть, и, как мы сейчас говорили, оказывается, власть может даже чего-то вполне добиваться. Вот так мы теперь тоже можем, и это оказывается вызовом, и на который мы пока, видимо, здесь у нас нет однозначного ответа, что с этим делать. И противоположная тенденция, по-моему, как новая, может быть, еще более упугающая, это попытка приватизации, когда есть некое комьюнити тех людей, которые, очевидно, много сделали для Куропат когда-то, и, собственно, начиная лично с Зенона, чей вклад, понятно, в Куропат сложно переоценить, и тем не менее, которые оказываются удивлены, что как-то на наше поле приходят какие-то другие люди, и не только власть, а в том числе какие-то гражданские активисты, они тут что-то пытаются делать. А кто вы такие? Это же наше. И мысль о том, что мы уже поставили кресты, а больше ничего не надо. То же самое я слышал и слышал, и лично в фейсбуке читал реакции на всю эту эпопею лагеря в Куропатах, что мало ли они тут пришли в свое место, его опошлили, сделали какую-то попсовую тусовку, там чуть ли не новую зыбецкую, как так можно? А при этом есть, очевидно, да, взгляд тех, кто пришел туда в Куропат сейчас, которые, можно тоже по-разному к ним относиться, но да, у них другая культура памяти, они думали о Куропатах, потому что я изговорил о том, что они родились после 1988-го, они видят это по-другому, и им, может быть, не так интересны какие-то... они не будут обращаться к историкам, не будут обращаться к тому министриму, который вокруг этого когда-то возник, и, очевидно, тоже возникает разрыв, который не столько объединяется, сколько создается этот конфликт. И пока мы больше в этих конфликтах теряемся, и еще больше начинаем обвинять друг друга. Значит, из того, что я уже чаще вспоминал, молодые активисты есть чем плохие, старые активисты есть чем плохие. Медиа государственные, ну, понятно, когда они поднимаются на деле принципы о тему Куропат, и не приглашают никого из лагеря Куропат, но это, очевидно, просто медийный абсурд, так нельзя делать, который ни с чем, кроме политики, ведь не продиктован. Мы сегодня выяснили, что независимые медиа у нас тоже плохие. Радио Свобода не так освещало, значит, не то мы делали. Оказывается, что все мы... То есть снова почва для конфликта наша. По такой старой доброй белорусской традиции. И, может, уже пора будет говорить о новой травме Куропата, о том, что травма не только историческая, но снова возникает травма вокруг них, когда мы теперь начинаем в них видеть почву не для консолидации, а для конфликта. И, мне кажется, это тоже надо, может быть, то есть подумать не только о том, что делать в той культуре памяти, а как взаимодействовать с памятью вот сейчас, о нынешних событиях, о событиях Куропат как единого феномена в какой-то степени, и как осмыслять ее. Потому что пока мы... Потому что идея консолидации хорошая, но пока, на мой взгляд, мы к ней не очень-то и приблизились, к сожалению. Спасибо большое. Вадим, а Галя? Значит, узносить это на некий высокий педестал, что и они вот пришли, но они пришли раз за многих десятки годов. Это не добры, не дрэнна. Дзягуй Богу. Никто им не заминал при ласке, нехай приходить. Я думаю, что гэта можа объеднанье адбыться, прас добрыю волю саправды объеднаться у сей баки. Гэта можа адбыться, кэлі саправды будзе не популистское жаданя, а саправдное жаданя аддаваць належная Куропатам. И тут, конечно, велика роля самой улады. Всё гэта можа адбыться найхудше, и добра, и худка, и мякка, коли в этом будзе затякавлена сама улада. Коли улада не будзе затякавлена, коли гэта аддин з популистских кроков шарговых, само громадства так само можа виднаться. Ну а ли это будзе вельны в працанной час? Буквально у меня один комментарий, что подлинная основа конфликта вокруг Куропат связана не с самим местом, а с тем, как относиться к государственному насилию в собственной истории. И если, допустим, в обществе появится согласие о том, что это насилие было государственное, его не должно быть и так далее, и власть признает политическую ответственность для того, чтобы не применять насильственные методы по отношению к обществу и так далее, вот тогда возможен какой-то консенсус. Именно в том числе вокруг и Куропат, и, если шею говорить, советского прошлого и сталинизма. Потому что речь же идет о конкретном месте, на самом деле речь идет о комплексной проблеме, касающейся отношения к советскому прошлому и к сталинскому периоду. Сегодня там очевидно, что говорят Куропаты, мы же ведь говорим не о территории квадратных метров, а о символе. Ну да, еще хотел сказать, кстати, вот был эпизод, во-первых, когда был митинг, туда завезли технику, кстати, чего никогда не делали, да, и там вспахали территорию фактически, да, и я просто буквально через несколько дней был там вместе с украинской коллегой, и там был какой-то человек совершенно случайно, да, который живет в районе улицы Восточной и просто ездит туда смотреть за порядком. Ну, это просто вот обычный, совершенно обычный гражданин. Он немножко возмущался тем, что нарушена, ну, как бы система какая-то, да, потому что вы понимаете, там где была тропа, там вот эти вот следы техники, да, и так далее. А еще один эпизод был Валерия Черноморцева, которая, как бы, активно там, активистка такая, она пыталась предложить экскурсию вот этих версий, она сама писала в Фейсбуке о том, что реакция была совершенно… ну, как бы, просто мы не хотим об этом слушать, да, то есть такой был эпизод, то есть она там организует периодически публичную экскурсию для тех, кто хочет, как бы, узнать что-то, да, ну, вот и отказали, да, в проведении такой экскурсии. Ну, это просто как одна из таких черт, что ли, да. Пожалуйста, еще блах. Спасибо. Я так понимаю, что вот это такое первое заседание – это из методов, так сказать, мозговой атаки. И в этом случае какие-то, может быть, конкретики не должны подвергаться такому, прям, уничтожительной критике. И я хочу поблагодарить Юлю, потому что я был, так сказать, свидетелем, как она впервые давала, и там, обструкция была. Вот, тем не менее, вот те направления, которые, как бы, здесь должны решиться, я бы хотел к этому добавить, как мне кажется, очень важное и основополагающее, и ношусь с этой идеей уже многие годы, это создание, как вот по типу, как о Холокосте было учебное пособие сделано, так и создание учебного пособия по офицам. Если бы это был организован, скажем, республиканский тоже конкурс по учебному пособию, то мне кажется, что это бы вот элиту, по крайней мере, те, кто этим занимается, привлекли бы к этому вопросу. Мы фактически этот вопрос обсуждали, но понимали все, что это не в наших силах. Может быть, в рамках прессы, так сказать, найдется такой вариант, способ решения этой проблемы. Вот все, что я хотел сказать. А? Могу продолжать? Я бы еще, кстати, вернулся к реплике Игоря. Есть еще реплики? Нет, нет, просто хотел вернуться к реплике Игоря Песнецова. Ну да. Да, но меня отправили ожидать. А, ну давайте вы мне считаете. Нет, ну просто я хотел сказать по поводу цифр. Когда кто-то кого-то увлекает в том, что цифры все время увеличиваются, и непонятно, почему они увеличиваются, надо приписывать этому человеку сразу политическую позицию какую-то, что он из какого-то лагеря, где не хотят увеличения цифр. Я бы сказал так. Для того, чтобы процесс увеличения цифр обсуждался спокойно, нужны публикации и работы. И если посмотреть на, например, то, что было издано вообще по эпохе сталинизма в Беларуси, я не имею в виду какие-то воспоминания, допустим, да, я говорю об этом вот как частной истории, а я говорю о монографиях, в которых были бы цифры, и в которых бы изучалась вообще комплексная проблема сталинизма в Беларуси. Так вот, последняя крупная книжка вышла в начале 2000-х, так, в начале 2000-х. И уже на протяжении долгого периода времени больше ничего не происходит, так. Цифры репрессий, которые Адамушка опубликовал в 1994 году, до сих пор, до сих пор никто их не оспаривает, да, а при помощи публикации именно академического характера, я так хочу сказать, вот о чем я хочу сказать, да. И что самое любопытное, появилась статья в Архейне сколько лет назад, где пытались оспорить эти цифры на основании академических подсчетов, но эта статья вышла удивительно по псевдониму. Я не знаю вообще, что происходит, да, но для меня это очень такой показательный момент. Существуют различные методики подсчета репрессий. Если мы говорим вообще о постсоветском пространстве и в России там, и в Украине постоянно спорят, да, о том, какие цифры есть, да, какие архивные данные и каковы методики подсчетов. Но, опять же, для того, чтобы это все работало, нужны академические публикации, да, в которых бы вот Адамушка издал академическую публикацию в 1994 году и ей все пользуются, да. И вот в этом проблема цифры. В том, что можно как бы давать интервью и называть цифры и рассказывать о мотивах подсчетов, например, да, но если нет того, что можно взять любой человек, может взять библиотеки, да, именно как академическую публикацию, да, возникает проблема основания, да, вот этих вещей. А можно еще тогда реплику добавить, уточняющую? Ну, давайте еще последнюю реплику, прошу. Адамушка, по поводу монографии Татьяны Протика, которая была сказана, дело в том, что, кто ее читал внимательно, это хороший фундаментальный труд, но вы обратите внимание в обведении, там есть одна такая фраза. После того, как автор отдал на рецензию в Комитет государственной безопасности, Рокопис получил одобрение. С начала 2000-х годов. Я говорю тому, что Татьяна Протика добросовестна по архивам КГБ, ФСБ, все, что можно было, дала те цифры, которые с удовольствием воспринимаются, как юриком партии Беларуси. Ну, вот видите, вот Кузнецов фальсификатор. Татьяна Протика сказала умеренные, нормальные цифры, которые стыкуются с цифрами от домушка, и мы на этом уровне долго застрянем сейчас. А у нас одна простая причина. Не надо сравнивать ни с Украиной, ни с Россией. Я одну фразу только приведу. Недавно была встреча у меня с директором Института международных отношений, который курирует сейчас Катынскую проблематику. Значит, он сказал, у нас, говорит, четкая методика. В России было, в Украине. Вот как мы вековечиваем память офицера польской армии. Мы находим архивы, мы устанавливаем места захоронения, и третий этап – мемориализация. Я сказал, вы знаете, в Беларуси эта методика классическая не пройдет. Архив открыт не будет, место не будет локализовано. И я сразу отвечаю на ваш третий вопрос. И памятник вы никогда не установите. Это никогда. И сегодня. Переживай, что я пересекти. Такая очень печальная нота у нас в конце разговора. Я бы не хотела. Все-таки я понимаю, что это очень серьезный, на самом деле, очень долгий спор. И то, что этот спор есть, это очень, ну, на самом деле, это очень показательно. Про историю, про Куропаты и про вообще, в принципе, тот период времени. К сожалению, да, еще раз остается только констатировать, что у нас нет действительно достаточного количества серьезных научных работ. У нас закрыты архивы. У нас очень большие проблемы. У нас нет ни одной диссертации, защищенной за 23 года. Вот ответ на вопрос, почему академическая группа идет. И тем не менее, если мы говорим про медиа, я просто хочу обратить внимание коллег-журналистов, которые здесь присутствуют. Мне кажется, что сама тема и сам вот этот вот спор и обсуждение цифр того, кто как считает, кто что считает и так далее, это тоже довольно история интересная для медиа, для того, чтобы ее рассказать в том числе и своим аудиториям и через эту историю рассказывать, в том числе про репрессию Куропаты. Я хочу остановить реплики. Мне кажется, у вас будет еще возможность в куларах обсудить какие-то вещи. Я хочу просто немножко подытожить то, о чем мы сегодня говорили с вами. Для меня лично, поправьте меня, да, абсолютно очевидно, что есть очень много вопросов, они связаны во многом с волей властей, в том числе открытие архивов, в том числе публичное признание ответственности власти за террор над собственными гражданами, а это значит, что в следующий этап власть должна принять на себя ответственность за соблюдение прав человека в стране. И, к сожалению, на сегодняшний момент мы можем констатировать, что у нас скорее большие сомнения, что на это в ближайшее время пойдет власть, чем надежда на то, что произойдет обратное. Тем не менее, тема Куропат может и должна оставаться в фокусе внимания медиа. Тем не менее, личная история людей и через них рассказанная история Куропат – это то, что может абсолютно очевидно трогать людей за живое, абсолютно очевидно подталкивать их к тому, чтобы они сами интересовались собственными историями, историями своих родов, семей и так далее. И, тем не менее, медиа сегодня могут формировать повестку дня по Куропатам на ближайшее время, на ближайшую перспективу, в том числе и организовывать общественные дискуссии, в том числе и о том, каким может быть мемориал в Куропатах, мемориал в других местах, про которые мы знаем, которые аналогичны Куропатам. То же самое, что сейчас обсуждение по поводу Витебской области, да? Расстрела под Витебском. И все это говорит нам о том, что вызов много, работы много для журналистов, для медиа, для историков, для каких-то совместных проектов еще довольно много интересных идей. Спасибо, Юлия, еще раз за то, что вы какие-то идеи показали нам сегодня, какие-то идеи вы не показали нам, но тем не менее, я думаю, что если у журналистов возникнут вопросы к Юлии касательно той презентации, которую она так быстренько пролистала, то Юлия с удовольствием тоже рано поделится. Ну и с большим удовольствием, но тем не менее, будем надеяться, что у вас потолкнулись на какие-то идеи. Спасибо, коллеги. Николай. Что еще? Спасибо большое всем, кто пришел сегодня, уважаемые эксперты, спикеры. Спасибо большое, конечно, Минскому международному образовательному центру имени Александр Сарау. До встречи в следующий раз на Медиатоке. Продолжение следует. Спасибо.